Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем изучать книгу бытие. Сегодняшняя тема называется Иуда и Фомарь. Давайте мы посмотрим на карту и ответим на вчерашний вопрос. Значит, вчера прозвучал такой вопрос. Караван измаильтян и мадианитян упоминался в истории вчерашней. И кем же приходились измаильтяне и мадианитяне сыновьям Иакова? Очень многие правильно ответили, что измаильтяне и мадианитяне являлись потомками Авраама. Одни от Агари, другие от Хитуры. И они были троюродными для сыновей Иакова. Собственно, друг другу они тоже были троюродными. И получается, что измаильтяне и мадианитяне, будучи троюродными, друг с другом жили очень дружно. А сыновья Иакова, будучи родными, видите, родные братья продали своего брата. И, конечно же, вот этот контраст, он такой очень яркий. Здесь, на этой карте, мы можем снова проследить путь Иосифа. От окрестностей Хеврона, где было поселение Иакова, он отправляется на север, мимо Сихема, приходит в Дафан, встречает там братьев. Братья продают его в рабство. И караван направляется вместе с Иосифом в обратном направлении и проводит его мимо поселения Иакова. И мы видим, что можем себе только представить, с какой горечи и болью Иосиф идет мимо поселения своего отца и понимает, что он своего отца больше никогда не увидит. Это, конечно, очень трагичная история. Но Господь обратит ее, конечно же, в благословение, о чем мы будем дальше еще рассуждать. Спасибо за ваши ответы еще раз. И теперь давайте мы посмотрим на новую тему, сегодняшнюю 38 глава книги «Бытие». Она выбивается, кажется, из общего контекста, потому что с 37 главы начинается история Иосифа, а 38 вдруг рассказывает об Иуде. И история эта, история Иуды, она такая не очень красивая. Мы видим, что Иуда здесь, он отходит от братьев и селится в другом месте и берет замуж местную жительницу, хананьянку. Мы видим, что Иуда отходит от братьев почему? Можем предположить, что Иуда просто не мог просто находиться уже в доме, где отец пребывает в таком состоянии горя. Иуда знает правду, но открыть правду не может, потому что этим он подставит своих братьев. И он не может просто в этих обстоятельствах больше находиться здесь и отходит от них. Он не согласен с ними, он больше не хочет вместе с ними жить, со своими братьями. С одной стороны, это его хорошо характеризует, но с другой стороны, вся история, которая здесь описывается, она не очень красивая. У Иуды от хананьянки рождаются трое сыновей. Старшему сыну он берет в жены тоже хананьянку по имени Фомарь. Но старший сын был неугоден Богу, Господь его умешляет. Фомарь выдают за среднего сына. Средний сын тоже ведет себя нехорошо, и Господь его умешляет. И остается младший сын, за него должны выдать замуж эту Фомарь по закону ливератного брака, поскольку сыновей нет. И получается, что Фомарь ожидает, но ее все никак не выдают замуж за младшего сына. Она понимает, что ее не выдадут за него замуж. И тогда, что она предпринимает? По нынешним стандартам это кажется чудовищным, но по тем стандартам и порядкам, и культурным ценностям оказывается, что это в пределах нормы. Но вот это будет вопрос у нас в конце сегодняшнего видео. А как вы расцениваете поступок Фомарь? Значит, Фомарь притворяется блудницей, у Иуды умирает жена, соответственно, он утешается по смерти своей жены, и он идет в один город, видит, сидит блудница, он входит к ней, и после того, как он переспал с ней, он оставляет залог, уходит, и оказывается, что Фомарь, его невестка, беременна. Иуды ему докладывают об этом, и тогда он распоряжается, чтобы ее вывели и сожгли. Вывели и сожгли, очень жестокий такой приговор, но когда ее повели, то она показала и доказала, что отцом ее будущих детей является, собственно, ее свекор. Иуда, когда это узнает, он отменяет, конечно, свой приговор, но и у нее рождаются двое сыновей, которых называют Форес и Зара. Очень такая интересная история, но для нас такая необычная, необычная для нашего современного мышления, как так можно было поступать, но тем не менее, здесь кажется, что исход все-таки положительный для этой женщины, для Фомарь. И если мы посмотрим на имена, которые упоминаются здесь, Иуда, это Хвала Яхвы, Ир, его старший сын, бодрствующий, бдительный переводится, Анан, его средний сын, сильный переводится, Шела означает мир, счастье, Фомарь, имя этой женщины, означает финиковая пальма. Ну и имена сыновей, Форес, прорыв, разрыв, и Зара означает восход, заря. Все очень положительное, да, вот если смотреть на имена, сила, счастье, бдительность, красота, как финиковая пальма и так далее. Но вся эта история не очень положительная, не очень позитивная. И здесь, наверное, смысл этой главы в том, чтобы показать, во-первых, это был контраст в сравнении с братьями Иуды, да, Иуда был лучшим из братьев, считается, да, по характеру. И потому он дальше, и миссия первородства к нему переходит в определенном смысле. От него же и миссия потом происходит. Вот, Фомарь это одна из тех женщин, которая упоминается в родословии Иисуса Христа, она как-то выделяется в этой истории, да, родословной Иисуса. Но в то же самое время Иуда является контрастом и в сравнении с Иосифом, только в обратную сторону, в негативном смысле. Если мы читаем дальше и будем читать про Иосифа, что он ведет себя очень целомудренно, он очень честен перед Богом, перед людьми, он очень чист, и у него очень высокие моральные принципы, то в семье Иуды мы видим, что эти принципы были, ну, не очень-то высокими, скажем так. Поэтому вот эта история и учит нас тому, что самое высокое среди людей, оно все же ниже того, что может человек иметь в отношениях с Богом. Абсолютной чистоты, праведности, целомудрия, честности. Поэтому пусть это будет для нас уроком, искать, искать чистоты и праведности в отношениях с Богом, ходить с Богом, как ходил Иосиф. И чтобы образ Божий в нас был ярко виден. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что у Тебя есть высокие замыслы о нас, и мы просим Тебя, помоги нам держаться высоких стандартов честности, чистоты и целомудрия в своем хождении с Тобою. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, друзья, что вы изучаете и продолжаете изучать книгу Бытие. А вопрос наш, задумайтесь и ответьте, пожалуйста, в комментарии, а как вы расцениваете поступок Фомари? Чем он был продиктован? Можно ли его оправдать? Напишите в комментариях, и пусть Господь благословит ваш сегодняшний день. Прощаемся с вами. До завтра.